Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Бульфинанс. Сейчас я нахожусь в столице Таиланда, Таиланда в Бангкоке. И моя любимая рубрика новости Росгосстрах. Ни для кого не секрет, что недавно у Росгосстраха забрали лицензию, потом по ОСАГО, потом волшебным образом эта лицензия вернулась. Если бы это была, наверное, какая-нибудь любая другая компания, то, естественно, никакой бы лицензии никто не вернул. Но так, у нас Росгосстрах, самая крупнейшая страховая компания в России. И, естественно, лицензию вернули. Чиновники не смогли долго выдержать под настиском этой большой страховой компании. Но суть не в этом. Какой же результат? Что же мы получили в итоге? Буквально через неделю, наверное, после того, как лицензию Росгосстраха вернули, что произошло? Произошло следующее. Росгосстрах поднял базовый тариф по ОСАГО. Но я напомню, что государство ввело новые тарифы, и там была вилка. Соответственно, есть минимальные и максимальные тарифы, которые могут использовать страховые компании по своему выбору самостоятельно. И у Росгосстраха до этой всей эпопеи с отзывом лицензии в большинстве регионов они сделали самую низкую базовую ставку, но продавали дополнительные продукты и так далее, и так далее, в обязательном, в добровольно-принудительном порядке, как говорится. Но сейчас они подняли ставку до максимальной, и в некоторых регионах действительно пошли продажи напрямую по лесу ОСАГО в офисах. То есть можно прийти в офис и купить. Естественно, там будут продавать кросс-селлингом какие-нибудь дополнительные продукты, но уже потихонечку, полигонечку что-то начало сдвигаться. Понятно, что ситуация немножко начала меняться, но это все равно не о том, не об этом, о чем мечтал центральный банк и так далее. Все равно еще нет такой ситуации, когда все участники рынка работают в нормальных условиях, в нормальной ситуации. Начинается, конечно, придумывание всяких разных стратегий. Например, одна из таких стратегий, да, в офисах мы продаем без допов, но количество в офисах сокращается, или время работы специалиста, который работает с полисом ОСАГО, тоже сокращается. Но если хотите купить, идите к агентам, а у агентов можно купить с очень большой дополнительной комиссией и так далее. То есть сказать, что ситуация стала идеальным, такой, который считал ЦБ, я бы так не назвал. Нужно ли было возвращать лицензию центральному банку, нужно ли было возвращать лицензию Росгостраху, я думаю, что, конечно же, нет. Но, с другой стороны, такая проблема была не только у Росгостраху, у всех остальных компаний. Поэтому в какой-то степени решение оправдано и справедливо, но, опять же, все-таки страховые компании должны меняться немножечко быстрее. Ну и плюс, надо не забывать, что есть такие перекосы, например, я уже долго об этом рассказывал, что есть Дагестан, в Дагестане, я не знаю, чем мотивируется. Я, опять же, подозреваю, чем была мотивация вызвана сделать территориальный коэффициент в Махачкале 0,5, а в Москве, например, территориальный коэффициент по ОСАГО 2, то есть разница в страховке между Дагестаном и Москвой 4 раза. Ну, я не знаю, с чем это может быть связано, что в Дагестане какие-то машины не такие, резиновые, например, они не бьются, или водители слишком профессиональные, что они тоже в аварии не попадают. Я не знаю, с чем было связано решение Центрального банка сделать территориальный коэффициент в Дагестане 0,5, поэтому не надо удивляться, что страховые компании пытаются что-то придумать, что-то наколдовать с таким коэффициентом. Когда страховка стоит в Москве, там, среднее 10 тысяч рублей, а в Дагестане будет стоить 2,5 тысячи рублей, то понятно, что, ну, понятно и с тарифом, что в Дагестане будет невыгодно, и начнется придумывание от страховых компаний и придумывание всяких разных стратегий. Хотели для Дагестана сделать подешевле, потому что население там зарабатывает меньше, но в итоге пришли к тому, что население теперь мучается, страховые компании издеваются над ними, заставляются в очередях стоять, и плюс еще все равно дополнительные продукты покупать. Поэтому, друзья, вы уже определитесь, давайте делать экономические и правильные тарифы, обосновывайте не потому что социальными какими-то вещами, а обосновывайте это реальной экономией, и тогда и придут в Дагестан стартовые компании другие, и тогда и будет конкуренция, и будет часть. Дагестан – это просто как очень явный и понятный пример. На самом деле, естественно, в других регионах то же самое работает. То есть, например, областной центр, территориальный коэффициент 1,6-1,8, какая-нибудь деревня, территориальный коэффициент 0,7. Ну, с какого? Ну, что там такого, что человек не попадет в баре? Ну, он же на этой машине поедет тот же федеральный центр, и свой областной центр, и такие же риски будут подвергаться. Поэтому, я думаю, что с территориальными коэффициентами там совсем беда, надо с этим разбираться и приводить все-таки рынок в порядок, и давайте нормально работать, и из рыночного продукта не будем делать дефицитный и возвращаться в период Советского Союза, как, собственно, у нас сейчас в последнее время с ОСАГО и произошло. Меня зовут Кирилл Рыба, со всем удачи! Если вам понравилось это видео, то ставим лайк. Если вы еще не подписаны на мой канал, то отличная возможность сделать это прямо сейчас. Также ниже этого видео есть ссылка на мой бесплатный 5-дневный тренинг «Как стать финансовым экспертом в области страхования». Переходите, смотрите, если вам интересно, регистрируйтесь, и увидимся уже на тренинге. Меня зовут еще раз. Кирилл Рыба, компания «Мультфинанс». Счастливо!